Сегодня неожиданно возникло размышление на тему ответственности и доверия. Я встретил свою давнюю знакомую, и она сказала мне, что она смертельно больна. На что я ей сказал, вау, давай, активизируйся, сделай что-нибудь, займись своим здоровьем, болезнь это не приговор. Она мне, как человек высокодуховный, ответила, ты знаешь, я доверяю Творцу, поэтому, если мне суждено умереть, значит, я это пройму со смирением. Вот здесь у меня вдруг что-то щелкнуло, и я подумал, интересно, я ведь тоже иногда так перекладываю свою ответственность куда-то вовне. Ну, скажем, человек заболел, да? Ну да, можно сказать, ну, хорошо, я принимаю, вот так и есть, но с другой стороны, я заболел, почему? Потому что я неправильно питался, например, не делал какие-то физические упражнения, не дышал свежим воздухом и еще и еще и еще что-то. Ведь я в данный момент могу принять этот знак, свыше который мне пришел, как предупреждение. Эй, ты что-то делаешь не так, у тебя есть возможность все это изменить, возьми за это ответственность на себя. И я могу начать правильно питаться, перестать закислять свой организм, начать его ощелачивать, могу заняться физическими упражнениями. И это все, в общем, моя ответственность, и это все зависит от меня. Но при этом я нахожусь, конечно же, в доверии Творцу. Вот здесь вот важно, да, получается очень тонкая какая-то грань между доверием и ответственностью. Если я заваливаюсь в доверии, то я такой, вот, лег, встал, сел и такой, говорю, вот, ну, вот, что будет, вот, вот, вот оно происходит. А здесь важно, да, ситуацию увидеть. Могу я в ней действительно каким-то своим действием что-то изменить или это ситуация, которую нужно принять. Да, принятие ответственности, тонкая-тонкая какая-то граница по этому поводу. Мне почему-то вспомнилось сразу пословица «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот, по-моему, это тоже где-то вот о балансе доверия и ответственности личной. Или притча, когда человек во время потопа сидит на крыше, к нему подплывает лодка, говорит, пойдем, мы тебя спасем. Он говорит, нет, сейчас Бог меня спасет. Прилетает вертолет, пойдем, мы тебя спасем. Он говорит, нет, меня сейчас Бог спасет. В итоге он погибает, попадает на небеса и Бог говорит, почему меня не спас? Он говорит, я присылал за тобой лодку и вертолет, но ты отказался. Вот это опять, по-моему, вот о этом тоже балансе между ответственностью и доверием. Как это определить, вот, задача. Я начал анализировать те ситуации, когда у меня случается тот вот этот момент, да, что это за ситуация. Мне просто нужно довериться или в этой ситуации я могу взять какую-то ответственность и начать делать какие-то действия. Я обнаружил, что когда я нахожусь в состоянии внутреннем согласия с собой, да, в состоянии такого счастья, состояния умиротворенности, благости такой, то тогда это происходит на автопилоте. Мне не нужно думать, так, это что, это нужно здесь довериться или здесь нужно взять ответственность на себя. Оно происходит спонтанно. И в итоге я пришел к какому выводу? Что чтобы, ну, в общем, не нужно задачиваться, что мне делать в данной ситуации. Доверять или быть ответственным? А лучше делать, а активизировать в себе постоянно вот это состояние согласия с собой. Продолжение следует...